Вот, кстати, стихотворение, написанное на излёте пребывания в Советском Союзе, в Ленинграде, изумительный и тонкий поэт Лев Лосев, Лев Левшиц, сын поэта Владимира Левшица, известного ленинградского поэта, штукаря, придумщика и мистификатора. Вот его стихотворение. В нём вот то самое чувство третьей волны эмиграции, по которому опознаётся и эпоха, и интеллигентское сознание, и понимание того, что не то чтобы жизнь в Советском Союзе ужасна или смертельна, нет, она была удушающа своей атмосферой. Тоска, при которой ничего с тобой никогда не произойдёт. Ты никогда не выплывешь в этой жизни. И поэтому единственный путь для человека, который жаждет свободы, пространства, возможности говорить, не думание о том, что опять которую неделю жена ноет, потому что ей нужны зимние сапоги. Невозможно больше жить в этой стране. И вот приоткрылась возможность, и можно ехать. Вот моё любимое его стихотворение. Написано, повторяю, ещё в Ленинграде. То есть как бы в зале ожидания аэропорта Пулково практически. Он говорил, а это базилик из грядки на английскую тарелку, румяную редиску, лука-стрелку, и пёс вихлялся, вывалив язык. Он по-простому звал меня Алёха. Давай ещё по-русски, под пейзаж. Нам стало хорошо, нам стало плохо. Залив был финский, это значит наш. О, Родина с великой буквы Р, вернее С, вернее Ер несносный, Бессменный воздух наш орденоносный, и почва, инвалид и кавалер. Простые имена – Упырь, Редедя, Союз ЦК, ЧК, ЗК, Быка и Мужика, Лес имени товарища Медведя, Лук имени товарища Жука. В Сибири ястреб уронил слезу, В Москве взошла на кафедру Былинка, Ругнулись сверху, пукнули внизу, Задребежал фарфор, и вышел Глинка. Конь Пушкин, закусивший у дела, Сей китоврас, восславивший свободу, Давали воблу, тысяча народу, Давали сильву, дуська не дала. И Родина пошла в тар-тарары, Теперь там холод, грязь и комары, Пес умер, да и друг уже не тот, В дом кто-то новый въехал торопливо, И ничего, конечно, не растет На грядке возле бывшего залива. Субтитры создавал DimaTorzok